небольшая но незабываемая история ревнивого летчика в 20 днях без войны это концентрированное прикосновение к чужой беде к чужой боли это ощущение того что там прячется в потемках чужой души это титульный сюжет проверки на дорогах как понять другого человека не через слова спойлер как можно понять что он сделает в следующую секунду как в эти самые секунды сжимается дистанция между жизнью и смертью между участью предателя или героя в этой дилемме моральной где все разделено то ли запятой то ли пулей уйти нельзя остаться простить нельзя простить главная тема кинематографа германа моральные дилеммы я полюбил этот фильм за один только эпизод в середине фильма помните флэшбэк столь редкий для германа плывет катер по имени александр пушкин звучит граммофон какой-то издевательский брехтовский зонг на закате ходит парень возле дома моего поморгает мне глазами и не скажет ничего а что он моргает а что он теряет дальше мы видим кому принадлежит этот звук граммофон потом татуировка с якорем может быть это наш отечественный моряк но нет обманка этот по виду очкарик хлюпик наверное студент оказавшийся после могилизации на фронте просто фашист вот его пилотка черепы кости оказывается катер буксирует баржу и дальше идут эти потрясающие планы сначала пять лиц потом пять сотен потом общий план и мы понимаем куда плывет это баржа и что происходит прямо сейчас классический саспенс нужно взорвать мост вот только вместе с этим мостом и эшелоном погибнут тысячи как каскадная драматургия как каскадный кадр герман и сжимает и растягивает самое интересное испарена на лице соломина персонажа олега борисова который управляет это ядской машинкой еще несколько портретов партизан наконец ролан быков главный человек он принимает решение командир партизанского отряда локотков и вот он саспенс взрывать не взрывать дальше в этой каскадной драматургии в каскадном построении кадра где каждый следующий как будто бы и отрицает и сохраняет предыдущие напряжение нарастает наконец оказывается что все это всего лишь воспоминания это моральная дилемма относящаяся к другому эпизоду фильма и вот она ключевая киноправда что случилось почему не взорвали там же люди их леонид что тысячи людей пленных русских пленных ты мне не убирать как они воюют мой сын был сбит под смоленском самолет горел он мог выпрыгнуть и сейчас находился бы среди этих но он выбрал другой путь он врезался в колонну танков ты это понимаешь может у них не было таких возможностей как в первой еще совместной работе алексея германа седьмой спутник где прямо на титрах показывают правду неприятную о которой говорить не принято о которой все догадываются о которой легко навести справки декрет о красном терроре так и здесь герман тыкает зрителя носом в эту очевидность знаете ли вы например сколько было пленных больше пяти миллионов из которых три миллиона погибло в плену здесь пять сотен на барже но для партийных начальников для цензоров для тех кто стоит на пути картины к зрителю это конечно правда не комплиментарная как апология предательства как антисоветский фильм картину должны были навсегда уничтожить стереть смыть просто кинопленку и поэтому есть такая истина которая как говорится колит колит например чувство патриота такая правда которую легче заменить идеологической ложью и весь кинематограф германа об этом и вот в этой каскадной драматургии структуре кадра где начинается с обманке с брехтовского зонга с игры саспенса вполне голливудского кстати сам герман называет свой фильм вестерном но может быть конечно истерном есть плохой шериф герой солоницына хороший шериф это конечно быков потерявшийся несчастный ковбой судьба которого сейчас на кону ее разыгрывает плохой и хороший коп конечно классическая схема вплоть до финального гэга с дымящимся вот она единственная неправда перегревшимся от бесконечного употребления немецким пулеметом только рассказывает честно герман с немецким пулеметом такого не бывает это вам не мультик остров сокровищ и поэтому начиная с этого саспенса заканчивая гэгом внешний слой а вот то что за ним прячется то что в этой жанровой форме как пилюлю наконец проглотит зритель это самое интересное это самое главное свойство кинематографа германа и вот за этим планом эпизодом настоящий масштаб ужаса катастрофы потерь цифры которые никогда не озвучит никакой коношенков неудобная колючая историческая правда которую сегодня легко найти в два клика только кто же сделает такое усилие и это вся схема работы кинематографа германа есть гэг есть красиво выстроенная драматургия спрессованные диалоги есть отсылки гиперссылки которые помогают понять что там за исторический бэкграунд есть то самое что ставит тебя наконец тебя зритель перед твоей проверкой на кинематографической дороге перед настоящим выбором принимаешь ты или не принимаешь в этом споре который ведет хороший шериф или плохой шериф о количестве жертв тоже кстати говоря как это современно звучит какое еще количество жертв нужно турбопатриотом какое еще количество убитых детей взорванных мирных городов для того чтобы наконец их горячие чувства хоть немножко остыли как тот пулемет и это проверка на дорогах для зрителя конечно самое интересное у фильма есть своя и литературная предыстория кроме произведения германа это еще знакомство германа старшего с героем советского союза никифоровым профессии которого были во время войны геройские походы в тыл там он работал с представителями роа еще одна неудобная цифра 1 миллион примерно это количество участников власовской армии фантастическая цифра и вот он работал с ними раздавал листовки обещал по протекции рекомендации лично товарища сталина прощение была такая резолюция сталин написал пока пусть воюют они пока и пусть воевали переходя на сторону красной армии и даже как персонаж заманского в действительности геройски а потом после войны за них взялись 25 лет лагерей оказывается так и расшифровалась эта сталинская резолюция пока пусть воюют это гиперссылочка в места не столь отдаленные и когда к никифорову стали ходить жены потерявшие мужей и вдовы и спрашивать как же это так как быть с обещаниями он напросился на прием к товарищу жданову всесильному а затем и сам оказался в лагере вот что стоит за этим произведением операция с новым годом которое было посвящено моральной реабилитации всех тех кого долгое время считали предателями помните кстати говоря графу в советских анкетах были ли вы или ваши родственники во время войны на оккупированных территориях даже цифры в паспорте для тех кто имел такую черную метку которые легко считывал любой постовой милиционер тоже вечная каэнова печать если вы не видели что стрелял именно немец значит можно допустить что стрелял кто-то другой теоретически можно допустить отвечать да можно конечно теоретически товарищ майор теоретически можно допустить что стрелял лазарев не знаю не знаю это иван егорчик не надо так товарищ майор не по-человечески это скотство это ты а ну встаньте когда с вами разговаривает старший по званию всем твоим проверкам грош цена для простачков это а я не верю и на таких как ты слюнтяев рассчитывают всякого рода шкурники и враги насчет этого майор ток очень то не переживай любит не любит верит не верит это он пускай девчата гадают на цветках после войны а покуда я командир отряда я здесь буду черешать согласно моей партийной совести уж и двини добрым хочешь быть это когда идет битва насмерть я не позволю почти любое сравнение кинокартины алексея германа и повести юрия германа в пользу именно фильма сравните только диалоги которые там и здесь ведут лазарев и локотков фильме они концентрированные где больше даются взглядами гестусами здесь драматургия спрессованная и как это размазано в повести по многим страницам и чем подробнее и дольше беседовали тем более доверял локотков дерзости открытого взгляда саша лазарева тем глубже убеждался в своем мнении насчет намеченной им операции нет лично у меня как у читателя повести и у зрителя фильма такие слова такие многословные описания не вызывают большего доверия вот он лишний повод противопоставить язык литературы языку кино с одной стороны слова с другой поступки кинематографический экшен одна система выразительности система рассказа другая выразительная система система показа и оказывается вот он парадокс кино что из этих потемок человеческой души из этой достоявщины на свет настоящей истины может вывести только кинематограф кинематографический образ кинематографическое действие я уже говорил вам гражданин старший лейтенант если в расстрелах участвовали подобные что-нибудь я к вам не пришел автомат дайте мне гражданин старший лейтенант гражданин старший лейтенант я воевать хочу тебе родина один раз автомату ждала ты его бросил не я один бросил хочу мне об тебе речь но что в действительности стоит между одной и другой позиции этой роли героя или предателя человека который был или не был в оккупированном районе человека который сотрудничал или не сотрудничал как коллаборационисты например сегодня с оккупационной администрации у каждого своя судьба но когда счет идет на миллионы понятно что мелет эта мельница безжалостно там где счет идет на миллионы где в дело вступает статистика где всем управляет закон больших чисел там ты твоя конкретная история твои человеческие беды никому не интересны главный выбор фильме в кинематографе германа это не просто выбор между действием и бездействием героическим поступком трусливым поступком словом например или делом нет это выбор между настоящим гуманизмом который есть только конкретный когда этот данный человек тебе интересен когда его история становится и твоей истории и твоей болью и другим так сказать абстрактным гуманизмом например в советском кинематографе вот она формулировочка начальников закрывавших фильм это дескать не советский гуманизм он не классовый там где имеет место только подход избирательных мы жалеем тех у кого все в порядке с анкетой у кого не было родственников на оккупированных территориях и поэтому когда фильм собирались уничтожить когда сам этот подход к человеку когда само представление о том что человека есть высшая ценность и человеку нужен человек тоже напрочь игнорировали по крайней мере в начальственных кабинетах конечно этот фильм казался особенно вредным особенно неправильным да и сегодня когда мы смотрим с нашей нынешней дистанции тоже выясняется что есть те кого жалеть нужно и правильно 8 лет бомбас и есть те о ком даже говорить не нужно враг это тот одно из определений которые цитируют жижик чью историю мне слушать не интересно чью историю я слушать не обязан и поэтому если как эти 310 метров по 20 днях без войны вы услышите летчика командира если вы почувствуете то что чувствует он если в вашей душе что-то отзывается по просмотру этого фильма что ж свою проверку на дорогах вы прошли если для вас в этом тоже что-то неправильное подход какой-то слишком человеческий слишком художнический слишком частный не за тех болеем не тех кого нужно превозносим тогда тогда скорее всего вы часть этой бездушной системы вы есть тот самый левиафан а